Первый четверть финал. Бадр Харри. Прежде его звали плохой мальчик. Так он позиционировался. И Руслан Караев. Это действительно звездный атлет. И наш российский спортсмен. КО. Конечно же, Руслан готов побеждать, готов выигрывать. Он умеет это делать. И бьется всегда отважно, отчаянно. Вот забит Самедов. Попал под горячую руку Бадр Харри. Очень многих огорчил Бадр. И, конечно же, довольно-таки, может быть, легко биться с каждым, кто выходит против тебя на ринг. Но я по-особому настраиваюсь на бой. И я не выбираю соперника. Я просто выхожу и сражаюсь. Да, я был счастлив от того, что был очень жесткий бой. И я думаю, что и поединок с Бадром будет тоже очень жестким, как и встреча в предыдущем бою. В тот раз Бадр оказался гораздо более точным. И вот его коронный прямой справа, навстречу Циммермана и очень-очень многих бойцов охладил. Сегодня матч-реванш. Каждый хочет побить Сэмми Шилта. Кто сможет побить Бадра? Дело в том, что очень большой вопрос. Кто сможет наказать Сэма? Я думаю, что это я. И, возможно, Бадр надеется на большую золотую корону и большой золотой пояс. И Бадр действительно готов сражаться или умереть на ринге. И отец очень жестко настроен и говорит, Сынок, если бы я умер завтра, то я все равно. Я был бы счастлив. Потому что я знаю, ты добился очень многого. Ты сделал меня счастливым. И Бадр считает своего отца настоящим фумиром и героем. Уважительное отношение к старшим. На мой взгляд, это естественное состояние нормального человека. Я лишь собираюсь стать спортсменом с громким именем, с большим именем. И я посвящаю всю свою жизнь этой борьбе, этой работе. Становлюсь сильнее день от дня, становлюсь лучше и для этого тренируюсь. Папа Майк, вот с ним работает. Изменитый тренер, который работает в физоатлетов, было отличным. Да уж, приходится поработать с медицинболом. День от дня я становлюсь все лучше, скромно заявляет Бадр Харри. Я учусь каждый день. И, конечно же, вот такие комплексные тренировки позволяют мне использовать новые возможности, новые ресурсы открывать. И, конечно же, очень сильная мотивация. Она у меня есть. Очень жалко, когда Бадр и его тренер Майк Пассанье прибыли в Токио. Знаменитый спортзал Майкс Джим сгорел. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Уходя, гасите свет. Ну, а здесь Руслан готовится. Он в очень хорошем настроении. И Руслан работает сейчас в Golden Glory. Это действительно классный клуб. И я поменял очень много в своей подготовке. Команда хороша, и тренер мне нравится. Я слегка поменял свой стиль. Да, слегка немного поменял стратегию. И прибавил в защите, прибавил в атлетической подготовке. Я думаю, что становлюсь все лучше и лучше. Поднимаюсь потихоньку по этой непростой лесенке. Руслан работает с Гором Хэмерсом. Тоже знаменитый голландский тренер. Гор очень хороший тренер. И очень умный. Не только он готовит своих подопечных, чтобы они технически выполняли движение, он заставляет думать. Алистер Оверим. Ох, как он хорош. Да, был сложный, конечно, момент во встрече Оверима с Бадером. Знаете, я чувствовал, что я могу нокаутировать его. Я всегда готов к бою, но вот получилось все наоборот. И... Что ж, я очень счастлив. Я могу сказать, что я счастлив. И я жду новой встречи с соперником. В песенке поется, что я счастлив от того, что у меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть нос. Бадр Харри тоже счастлив от того, что он умеет так владеть своим телом. Сэм Шилд трехкратный чемпион. Реми трехкратный чемпион. Я думаю, что если спросить людей, кто им больше нравится, и они скажут, Бадр Харри. Вот такой он Бадр. Вот так он настроен на этот бой. Но соперником у него сегодня Руслан. Руслан Караев. Я чувствую себя хорошо. Перед боем я сражался в Амстердаме и был слегка травмирован. Но сейчас у меня все в порядке. Да, я чувствую себя хорошо. И благодаря тренировкам мой уровень приподнялся. Очень хорошие тренировки были. Вот. И учебу прошел Руслан. Обкатку танками, я бы так сказал. У меня есть цель. У меня есть цель, но не просто выиграть. Я не удовлетворен, если выиграю просто только нокаут. Только нокаут и только в первом раунде. Я готов выиграть. И мы еще раз увидим этот четверть-финал. Четверть-финальный поединок, в котором встречаются Бадр Хари, Марокко и Руслан Караев. Россия. А с вами сегодня ваш комментатор Станислав Голованов. И мы готовы окунуться в этот бурлящий водоворот. И кого он утопит, кого он вышвырнет на берег, а кого вознесет высотам заоблачным, сияющим и заветным для любого бойца. Мэлвин Менхоф. Доктор. Добрый доктор Айболин. Настрой на бой. На нужную волну. На рабочую. На девятый вал. Это Бадр Хари. Марокко. Клуб Шоу Тайм. И Муай Тай. Это его родной вид спорта. А Руслан. Руслан. Родом из Владикавказа. Северная Осетия. Алания. Отважнее человека. Кей Ван, пожалуй, нет. Сколько ему доставалось. Но Руслан поднимался и вновь шел на ринг. Это, конечно, удивительный человек. Потрясающий воли. И невероятно талантливый спортсмен. С очень сложной спортивной судьбой. Бьется только с лучшими. С самыми лучшими. И, конечно, это всегда не просто. Это всегда сложно. Это всегда испытание. обжигающим огнем. Йокогам-арена. Майкл Баффер. Знаменитейший ринг-эннаунсер. И первый бой. Бадр Харри. 25-летний боксер. 94 килограмма вес. И метр 97 рост. Я думаю, что, может быть, даже и прибавил Бадр. Потому что он здорово работал в зале. И вот Руслан Караев. Тоже 25-летний спортсмен. Рост метр 88. И 97,5 килограммов его вес. 12 побед, 7 поражений, 5 боев. Нокаутом он выиграл. Бадр Харри повыше. И здорово прибавил стати в мускулатуре Бадр. И Руслан тоже не терял времени даром. Так что это всегда непредсказуемо, всегда тревожно и всегда очень интересно, когда сходятся два таких молодых, мощных, талантливых бойца. В длинных трусах Бадр Харри, в черных трусах с желтым поясом Руслан Караев. Первый раунд правила Кейван. Три раунда по три минуты и первая атака Руслана. Зацепил, зацепил Бадр. и рассечение. Лихая атака Руслана. Здесь было столкновение и перчаткой рубанул бровь Бадр Харри. Руслана. 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 На мой взгляд потрясение. И вновь Руслан бросается в атаку и нарывается на очень короткий но точный удар. Мгновенно встает. Однако рефери останавливает бой. Да, видимо причиной всему рассечение. Рефери не искушает судьбу, не испытывает напрочность Руслана. И победу отдают Бадру Харри. Но Руслан свеж, бодр и вот эта остановка на мой взгляд очень досадно и конечно же обидно. Но я думаю Руслану есть над чем задуматься, о чем хорошенько посоветоваться со своим тренером. Потому что с Бадром Харри все время какие-то накладки возникают. И вот здесь пропустить в разрез справа это конечно было очень не кстати в самом первом раунде. бодр Бадр кладывается в удар причем один из немногих бойцов Кей-1 Бадр Харри способен практически любым ударом зацепить и уронить. У него это просто в генетике присутствует. Руслан просто здесь опрокинулся и тут же поднялся. Нокаута как такового здесь не было. Но остановка боя есть остановка. Бадр Харри выходит в полуфинал и короткое после боя интервью. Ну как, доволен первым боем? Да, конечно. Ну как, давление с стороны Руслана испытал? Да, все нормально. То же самое. Что ты думаешь об этом решении? На наш взгляд рефери остановил матч слишком рано. Да, я думаю очень рано. Но это остановка. Есть остановка, я проиграл и я думаю что в следующий раз наверняка мы с Бадром поговорим по-свойски и я думаю что мы сможем увидеть кто лучше. Я чувствую себя хорошо. Ну что сделаешь с этими рефери? как ты будешь биться с таким атлетом как Бадр? Да вы знаете я готов с ним сражаться и наверное в сентябре в Корее мы с ним встретимся еще раз вак а может быть и больше я думаю уроню его в первом раунде. Ну что ж удачи Руслан всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова